Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот в этом году, как и в прошлом, очень много сообщений от начинающих, что падает петуния, молодые сеянцы не могут люди сохранить, всходит хорошо, потом через несколько дней или заваливается, или еще что-то. Вот сейчас, когда моя петуния, уже ей около месяца размера, я еще ее не пикировала, я расскажу основные ошибки, еще раз пройдусь по главным ошибкам, которые мы допускаем при выращивании рассады петунии, чего делать никак нельзя. Если в начале сезона я всем начинающим говорила, что она очень плохо переносит загущенные посадки, и если вы еще не умеете ее соблюдать все вот эти правила, предоставлять ей те условия, которые она хочет, то лучше всего распикировать в фазе 2-7 долей. Я показывала, как я пикирую в фазе 2-7 долей. Вот те остатки, которые у меня остались, я выбрала самые крупные, а вот эти остались, вот им уже скоро месяц, посеяны 7 марта. Но даже они, такие вот старенькие уже, с ними ничего не случилось, я за ними в принципе уже не ухаживаю, это лишние мои, вот как петунии, их просто выбросить жалко, отдать пока некому. Жду, когда родственники с деревни приедут, отдам им. Но вот если эти прореженные, то вот эти всходы я вообще еще не трогала. Это посеянные 14 марта, я показывала мокрыми семенами в дорожке. Их я вообще не трогала, и как вы видите, посадка очень густая, очень загущенная. Они уже взрослые, у них и по 3, у некоторых 4 лист лезет, и все равно они все целые. Это все зависит, конечно, от вашего опыта. Вот я уже умею с ней обращаться, ей создают те условия, которые ей нужно, и я могу их сохранить как угодно долго. В прошлом году вообще до июня стоял вот такой у меня лоточек один лишний, и ничего с ним не сделалось, ни один сеянец не погиб. Сейчас я вам расскажу, какие ошибки нужно избегать, чтобы можно было держать петунию даже в загущенной посадке, чтобы можно было пикировать не на ранних сроках, а с 3-4 даже листьями. Потому что обстоятельства бывают разные, иногда некогда пикировать на ранних сроках, и иногда, конечно, проще распикировать вот такие крупные, с ними легче работать, и не возиться с крошечными, которые в фазе 2-7 долей. Так, начинаем с ошибок. Самая главная ошибка, которую допускают некоторые новички, это грунт. Грунт должен быть чистым, обязательно продезинфицированным, протравленным. Если томаты и перцы могут допустить грунт, там чуть-чуть с какими-то микрофлора, например, там должна быть присутствовать, то для петунии грунт старайтесь брать почти стерильный. Или в микроволновке прокаливают, или в духовке пропаривают, или очень таким каким-нибудь жестким фунгицидом проливают. Но дело в том, что грунт должен быть стерильный. Если у вас будет чистый грунт, без всяких бактерий, то у вас не упадет, ну как, она может упасть, если вытянется, но это одна из основных ошибок, что просто возьмут с огорода некоторые раз, в чашечку посеют, а потом удивляются, почему появилась черная ножка. Возможно, от прошлогодних каких-то растений они заразились. Вот первая ошибка, это нестерильный грунт. Один из факторов получения хорошей рассады, чистый грунт. Ну и, конечно, второе, очень распространенное вот такое наше, как пренебрежение, что ли, когда вы создали парниковый эффект, закрыли крышечкой, все, ежедневное проветривание обязательно. Если вы один или два дня забудете про свою петунию, про молодые сеянцы, если вы не проветрите, там обязательно начнется то же самое. Вот эти вот всякие гнилостные процессы. Может она и плесенью покрыться, и грибки завестись. Тут важно соблюдать одновременно и парниковый эффект, чтобы там было вот так вот влажненько и тепло, и проветривание. Проветрили, закрыли, там опять капельки конденсат, начал собираться. На следующий день открыли, вот эту крышечку протерли, чтобы не было мокроты. Ей нужно влажно, но не сильно сыро. Вот этот вот нужно как золотую середину соблюдать и проветривать, и чтобы был весь день парниковый эффект. Вот особенно на первых днях и вовремя начинать закаливание. Если у вас появились сходы, два листика семидольных, если лезет третий, то уже больше, пусть крышка будет у вас открыта, больше проветривания, чем парникового эффекта. Нужно выбрать вот этот момент, когда уже им не нужен парниковый эффект весь день. Ну и конечно, самая-самая главная причина вот всего вот этого падения, это нарушение режима полива. Попросту заливают посевы многие, грунт делают очень влажный. Грунт должен быть не очень влажный, такой вот как, и не сухой, и не мокрый. Я не знаю, видно, передает фотокамера или нет. Грунт никогда не должен быть очень сырым. Поливать вот даже вот такие большие растения все еще нужно с осторожностью. Любая повышенная вот эта сырость, она всегда приводит к грибковым заболеваниям. Ну и конечно, все знают, что питуньи нужен свет. Без лампы, просто на подоконнике, никогда не вырастет качественная рассада. Вот видите, вот эта рассада, она уже взрослая, но она не вытянувшаяся, она такая коренастая, как бы пушистая. Она растет вширь, а не ввысь. Почему? Потому что именно над ней висит яркая, хорошая лампа. Как только вы посеяли питунью, даже еще нет ростков, семена сразу должны вы поставить на свет. И особенно, если появятся вот такие вот всходы питуньи, ей очень нужен свет. Если не будет достаточно света, она сразу же вытянется, буквально за один-два дня. Будет на тоненьком-тоненьком таком вот стебельке, и при малейшем ветерке, при малейшем дуновении начнете крышку открывать, чтобы полить. Она упадет, и больше вы ее не поднимите. Свет это основное. Некоторые пытаются вырастить без досветки, ничего не получается, или получаются они хилые. Вот это основные 4 ошибки. Сейчас я еще повторю, чтобы как собрать их в кучку. Чистый грунт, совмещение парникового эффекта и ежедневного проветривания, соблюдать режим полива и обязательная досветка. Если вот эти 4 пункта вы не будете нарушать, будете все выполнять, у вас будет крепкая, здоровая, такая как жизнестойкая рассада петунии. Ничего сложного в этом нет. Ее вот первые дни нужно, конечно, следить ежедневно, проветривать все. А потом, когда она в таком возрасте, уже не нужно за ней следить. Она у меня сама растет. Я ее раз в несколько дней, дня в 3-4 полью осторожненько. Это вот так вот по рядкам. Я уже просто поливаю по рядкам из бутылочки. И то количество, которое, чтобы просто увлажнить землю. Все. Ее можно не пикировать очень долго, но главное соблюдать условия выращивания. Не допускайте вот этих ошибок, о которых я сказала. И у вас будут всегда очень хорошие всходы. До свидания. С вами была Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. О главных ошибках, которые мы допускаем при выращивании петунии. Поехали. Поехали.